Сегодня у нас обалденная баня. Коротко о наших новинках. Парящий полок, мощные широкие карнизные свесы, расскажу про конструктив стен, какие доски куда идут и многие дополнительные детали, которых не было в прошлых выпусках. Поехали! Предлагаю начать обзор этой бани именно с конструктива. Нижняя обвязка выполнена из лиственницы 150 на 50. Верхняя обвязка, на которую идет уже меньшая нагрузка, выполнена из сосны 150 на 40. Сам каркас непосредственно выполнен из доски камерной сушки 100 на 40. Соответственно, полы и потолок утеплены в 150 миллиметров, стены утеплены в 100 миллиметров. Хоть каркасы выполнены из доски камерной сушки, мы все равно обрабатываем весь конструктив антисептиком, чтобы продлить срок службы бани. Это стандартная баня размером 6 на 2,35. Мы считаем именно размеры по наружным стенам каркаса. То есть здесь, получается, еще идет вензазоры, сверху сайдинг, с обратной стороны тоже самое, и по краям. То есть, получается, это чуть-чуть больше, чем 6 и чуть-чуть больше, чем 2,35, где-то на 2,5. Мы проводили небольшую конкурентную разведку, и некоторые строители бань очень сильно хитрят. Хочу обратить ваше внимание, что здесь карнизы выполнены по 300 миллиметров с каждой стороны, и некоторые строители нам считали размер их бань именно по карнизному свесу. То есть, по факту, если здесь с каждой стороны карнизный свес по 300 миллиметров, эта баня получается уже не 6 на 2,35, а 6,60 на 3. То есть, получается, вместо фактических 14 квадратов, которые выполнены на этой бане, некоторые строители утверждают, что они за такую же сумму могут построить баню 20 квадратных метров. Вот такие таблички у нас предусмотрены для тех, кто заказывает бани от 12 квадратов. Внутри еще будет еще парочка подарков, я их также вам покажу. Заказчики о них не в курс. Они узнают о наших подарках после того, как мы сдаем бани, и им, конечно же, очень приятно. По внешней отделке здесь у нас металлический сайдинг «Золотой дуб». Хочу обратить ваше внимание на 3D-оконные изделия. Это не стандартные планки, которые изготавливает завод. Такие вот 3D-оконки мы гнем самостоятельно. То есть, они имеют такой ярко выраженный отступ, примерно где-то в полтора сантиметра, и смотрится это намного интереснее, чем просто плоские, приплющенные оконные изделия. Мы сейчас часто людям предлагаем вот такие окна, они выходят ненамного дороже. Подшивка карнизов. Раньше мы всегда делали односкатную крышу, сейчас предлагаем на выбор. Двускатная крыша многим нравится больше, а в квадратных банях, например, 4х4, 5х5 очень круто смотрится вальмовая крыша. Но тут опять же на любителя. Про свесы я уже говорил, они идут по 300 миллиметров. Сейчас мы подшиваем свесы в каждой нашей бане. Обратите внимание, как это все аккуратненько подшито, миллиметр к миллиметрику. Все очень красиво смотрится. И подшито не просто какой-нибудь доской, как это обычно делают, а красивой вагонкой. Все аккуратненько прокрашено. Кровля металлочерепица RAL 8017 коричневый шоколад, печная труба. И здесь у нас еще установлена водосточная система. Чтобы не делать лишние отверстия в кровле, мы вот выводим вот такими вот внешними трубами, чтобы создать хорошую вентиляционную тягу. Необходимо также вот эти трубы поднимать выше кровли. Тогда они очень мощно вытягивают весь ненужный воздух. Вообще у этой бани три трубы, то есть печная труба. Вот эта труба, она вентиляционная установлена в парной, чтобы обновлять постоянно свежий воздух. В моечной у нас просто установлена вытяжка, но хочу обратить ваше внимание, что именно труба, которая идет выше кровли, она лучше вытягивает уже ненужный воздух. И в комнате отдыха тоже вот такая вот высокая труба, которая очень хорошо тянет воздух. Также у нас здесь с лицевой стороны бани установлена водосточная система. Здесь у нас получается утеплено перекрытие и идет холодный чердак. И на фронтоне с каждой стороны установлена вентиляционная решетка. Я не видел ни одной компании, которая так щепетильно относится к своим баням. Все сделано реально очень круто и продумано до самых мелочей, что мне хочется записывать каждую нашу баню. Но я понимаю, что не всем интересно смотреть постоянно ролики, потому что бани они идут у нас в основном типовые и не так часто бывают какие-то нововведения. Но я уверен, что где-то через год я уже буду смотреть вот эти старые видео и я не узнаю, что это наши бани были. Потому что каждый месяц мы растем, что-то придумываем новое. И это очень интересно, поэтому мы рассказываем об этом вам. По внешней отделке у меня все. Предлагаю зайти внутрь. Что примечательно у нас в этой бане? Она полностью обшита кедром. Вообще обычно мы кедром обшиваем только парную, а в этой бане заказчик решил ее полностью обшить кедром. Это на самом деле очень недооцененное дерево, оно имеет такой красноватый оттенок и со временем, как вы будете эксплуатировать свою баню, кедр он не чернеет. Со временем вот эта вот краснота, она будет чуть-чуть более выраженная, что будет подчеркивать именно, что у вас в бане кедр. Но чернеть оно не будет. Это очень хорошее дерево и мы его используем во всех банях. Вообще очень замечательно, что все-таки заказчики смотрят в сторону более качественных материалов, а не в сторону более дешевых. Здесь на столе уже нашего заказчика ждут подарки. Вот такая шапка и такая вот верхоночка от нашей компании. Кто-то может сделать замечание, что кедр смолит. На самом деле для русской бани это вообще полная ерунда, потому что кедр начинает выделять смолы только при 120 градусах и выше. В русской бане, где люди обычно парятся 60 градусов, 60 процентов влажности, ну под потолком 80-90 градусов. Больше оно никому и не нужно. И кедр не смолит. Зато от кедра идет такой офигенный запах. Здесь очень приятно пахнет. Жаль, через видео нельзя это передать. И вот эти вот запахи от кедра, они в то же время полезны для здоровья человека. Планировка здесь стандартная. То есть с улицы, где сейчас снимает наш оператор, мы заходим в комнату отдыха. Здесь у нас лавка, еще одна лавка или стулья, стол. Тут в общем это все по желанию заказчика. Лавка она часто делается эксплуатируемой, чтобы можно было туда вниз поставить тазик или еще что-то. Либо мы иногда делаем такую открываемую лавку. В общем это все на предусмотрение заказчика. Зашли в комнату отдыха. Здесь можно повешать вешалки, раздеться. Далее заходим в моечную. Ополоснулись. Далее переходим в парную. Все удобно. Попарились. Из парной выходим в моечную. Сполоснулись. Выходим в комнате отдыха. Посидели. Пошли. То есть это наши стандартные размеры. Также еще примечательность, что здесь высота потолков идет 230. Я полный рост даже не достаю до потолков. Это опять же по усмотрению заказчика. Кому-то нужна баня повыше, кому-то нужна в стандартных размерах. Также хотелось бы сказать, что вот эти все плинтусы, вентиляция, вот это все красиво аккуратно запиленное, это у нас входит в стандартную комплектацию. Мы не делаем бани так, чтобы они у нас отлетали. Мы наоборот стараемся, чтобы у нас получались красивые и качественные изделия и люди потом советовали нас другим людям. То есть я не видел ни одну компанию, у которой вентиляция входит в стандартную комплектацию. А если нужно как-то визуально украсить, то конечно мы помогаем нашим заказчикам и помогаем с выбором красивых изделий для его бани. Заходим в моечную. А, и еще хотел обратить ваше внимание, что здесь у нас идут вот такие замки. Дверь в баню, она идет всегда немного меньше дверного проема, потому что она впитывает влагу, рассыхается, уменьшается, увеличивается и проблема бань в том, что дверь неплотно закрывается и легко отходит. Вот такие вот замочки, они не дают двери в бане свободно гулять. Вот эти, кстати, штуки мы тоже включили в стандартную комплектацию. Парную пока закрою, там нас ждет самое интересное. Здесь у нас моечная. У нас слив сделан под полами и в моечной и в парной. Сама баня топится из моечной, чтобы там не занимать много места. Здесь очень удобно, есть вывод горячей воды. Здесь у нас также положен лист из миниелита. Для пожарной безопасности сюда можно складывать дрова, подкидывать в печку и здесь также установлена приточная вентиляция. По вентиляции тоже уже был отдельный ролик, но я считаю, что его недостаточно. Эта тема такая довольно серьезная и мы ее еще обсудим не один раз. Здесь у нас установлена конвекционная печь. Она жрет довольно мало дров и очень быстро нагревается. Соответственно, очень быстро начинает отдавать тепло. Мне будет интересно потом посмотреть, что будет, если прям максимально интенсивно топить такую печь. За сколько можно протопить баню. Вообще, мы обычно ставим печи в полтора раза мощнее необходимого объема парной, чтобы можно было прям быстро ее растопить и уже начинать париться. Заходим в парную и здесь у нас очень интересная штука. Здесь у нас парящий полок, но в силу своего конструктива все же одну стойку поставить пришлось, но вообще здесь вы не увидите ни одной стойки, ну кроме соответственно вот этой. Также здесь у нас обеспечен слив. Хозяин этой бани может мыться как в парной, так и в бане. Угловой полок. Вообще по размеру полка он должен быть где-то 75-90 сантиметров, чтобы человек мог лечь, без проблем полностью расположиться, расправить плечи, руки и ему удобно было лежать. Высота полка должна быть такая, чтобы человек, который парит лежащего человека, он особо не напрягался. То есть примерно вот на таком уровне, чтобы он мог махать вениками, создавался паровой пирог, человек мог взять пар и опустить его на человека. Кто-то может сказать, что это парная, небольшая и здесь в ней париться неудобно. Это полный бред, потому что в бане как правило находится два-три человека. Здесь один может лежать, один может парить, второй, третий может сидеть. Вообще, большинству людей, если это, конечно, не общественная баня, не нужна большая парная, потому что большая парная это неудобно. Человек пришел, лег, баню затопили, пару поддали, под потолком образовался паровой пирог. Очень удобно его сверху взять, когда маленький объем парной, здесь очень быстро забивается вот это все паром. Очень удобно брать этот пар и опускать. Если у вас будет большая баня, не знаю, даже 3 на 3, если размер парной будет, вам уже сложно управлять режимами в бане. И вот режим 60 на 60, который многие так любят, его будет очень сложно добиться и удерживать. Поэтому маленькая баня в этом плане выигрывает. Здесь у нас между моечной и парной установлен проход печи, установлен защитный экран. Это конвекционная печь и воздух через приточную вентиляцию свободно попадает сюда. То есть уже уложены камни, бак. Кстати, бак нужно заполнять на две трети, прежде чем протапливать баню. Установлен также сэндвич. Тут в принципе все стандартно, я сейчас не буду особо про это рассказывать. Потом, когда мы будем отдельно разбирать каждый ролик, где поэтапно будем собирать бани, чтобы люди могли своими руками построить бани, я уже более подробно буду рассказывать, как это все собирается и как это работает. Сейчас мы на это время тратить не будем. В парной у нас всегда ставится окно для залповой вентиляции. Кто-то будет говорить, что окно в парной вообще не нужно, кто-то будет выражать какое-то еще мнение. Наше мнение, что залповая вентиляция должна быть обязательно. Но мы считаем, что все-таки залповой вентиляции недостаточно и человеку более приятно париться, когда в бане есть всегда свежий воздух. То есть про вот эта верхняя вытяжка, она нужна для того, чтобы проветривать баню. Исключительно после того, как мы уже попарились. Закрываем ее. А вытяжка, которая постоянно вытягивает уже охладившийся, ненужный воздух находится вон там вот под полком. Там же рядом находится и слив из ванны. И, как многие наверное заметили, в банях у нас всегда идет такой слабый приглушенный свет, потому что все-таки баня это такое место, где хочется расслабиться. Яркий свет здесь не нужен. Жалко только, что заказчик не захотел здесь устанавливать светильник под полок. Это смотрелось бы очень здорово. Пишите ваши комментарии, я буду рад услышать какие-то мнения по улучшению нашего конструктива, вообще наших бань, что вам нравится, что не нравится. Очень часто бывает, что комментаторы на ютубе подкидывают какие-то интересные идеи и мы пытаемся их реализовывать. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. А, кстати, кто подписан на канал и не нажал на колокольчик, вам не приходит уведомление о новых роликах. Поэтому, если вы смотрите наши выпуски, обязательно жмем на колокольчик. Подписываемся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok